Замечательный детский писатель Николай Николаевич Носов не только придумал неунывающую незнайку, но и нарисовал для него и других коротышек целый яркий мир. На примере Витя Малиева и его одноклассников, на приключениях закатышных друзей Коли и Мишки он незаметно учил советских детей качествам, которые пригодятся им во взрослой жизни. Удивительно, но свое призвание классик детской литературы нашел далеко не сразу, прежде перепробовав массу профессий. Николай Носов появился на свет 23 ноября 1908 года в Киеве. Его отец Николай Петрович был эстрадным артистом. Мать Варвара Петровна вела домашнее хозяйство и воспитывала четверых детей. Кроме Николая в семье родились еще два мальчика и девочка. Семья Носовых жила в пригороде Киева очень скромно и в дореволюционное время, а бурные революционные и послереволюционные годы вообще поставили их на грань выживания. Власть менялась, как в калейдоскопе, но неизменно в доме Носовых не было света и воды, порой приходилось голодать. Все семейство переболело сыпным тифом. При этом Николай перенес болезнь тяжелее остальных. Доктора даже предполагали, что мальчик не выживет, но он сумел выкарабкаться. Как любой нормальный мальчишка своего времени, Коля Носов имел массу увлечений. Играл в шахматы и гонял голубей, собирал радиоприемники и пытался фотографировать. Он с удовольствием посещал выступления отца. Его восхищала актерская жизнь. Но жизнь сама скорректировала его планы. Чтобы помочь семье, с 14-летнего возраста Коля Носов был вынужден искать работу. Он копал землю, косил траву, продавал газеты, а чуть позрослев, месил бетон и формовал кирпич. В 1932 году 24-летний Николай Носов окончил институт и в следующие 20 лет работал режиссером-постановщиком научно-популярных и учебных фильмов. Зарабатывая на жизнь выбранным ремеслом, Николай Носов совсем не планировал становиться писателем. Все началось с историй, которые в середине 30-х годов Носов начал придумать для своего маленького сына Пети. Впоследствии писатель вспоминал. «Постепенно я понял, что сочинять для детей – наилучшая работа». В 1938 году первый его рассказ «Затейники» опубликовали в популярнейшем детском журнале «Мурзилка». Затем последовали рассказы «Живая шляпа», «Автомобиль», «Метро», «Фантазеры». Но война прервала занятия литературой. Полноценно вернуться к творчеству Николай Носов смог только к концу войны. Профессиональный писатель Николай Носов состоялся ко второй половине 40-х годов. Его рассказы «Огурцы», «Мишкина каша», «Тук-тук-тук», «Прорепку» и другие теперь знал каждый школьник. В 1949 году увидела свет первая повесть «Веселая семейка». А за изданную в 1951 году повесть «Видя Малеев в школе и дома» писатель добился государственного признания, получив сталинскую премию третьей степени. Все эти произведения Николая Носова поучили ребят дружбе, честности, трудолюбию, поощряли самостоятельность, верность чувству долга, одновременно высмеивая жадность, трусость, эгоизм. Неожиданно писатель оказался превосходным детским психологом и даже педагогом. В полушутливых произведениях Носова молодые родители могли увидеть часто возникающие при воспитании детей ситуации, достойной выхода из них. Настоящую всесоюзную славу Николай Носов приобрел после выхода в 1954 году сказочного романа «Приключения Незнайки и его друзей». В центре живущей в солнечном городе цивилизации крошечных человечков ростом не более огурца, который автор назвал коротышками, оказался Незнайка. Благодаря своему задиристому и непоседливому характеру он все время попадает в разные нелепые и смешные ситуации, но никогда не унывает и всегда находит правильный выход. «Приключения Незнайки и его друзей» сразу же пришлись по вкусу читателям, в том числе и взрослым, и вслед за первой книгой о приключениях коротышек последовали еще две «Незнайка в солнечном городе» и «Незнайка на луне», а также несколько малых произведений с теми же главными героями. Большинство детских произведений Николая Носова так и иначе были экранизированы в десятках телеспектаклей, художественных и мультипликационных фильмов, в том числе и зарубежных. Носов был женат дважды. В 1930 году он женился на журналистке Елене Мазуренко. Через год у пары родился сын Петя. Перед началом Великой Отечественной войны Носов ушел из семьи к художнице Татьяне Федоровне Серединой. Этот брак оказался бездетным, но когда первая жена писателя умерла в молодом возрасте, Носов забрал единственного сына к себе. Петр Носов стал известным фотохудожником и фотожурналистом, стал настоящим классиком отечественной фотографии. После рождения у него сына Игоря Николай Носов проводил с внуками едва ли не все свободное время. Как и дед, Игорь Носов в свое время стал детским писателем и даже написал продолжение истории коротышек. Николай Носов был очень нетребовательным к быту человека. Почти всю жизнь он прожил в коммуналках, а маленькую собственную квартиру, полученную уже в 50-х годах, делил с семьей сына. Также, независимо от гонораров, он оставался неприхотливым в отношении к еде, одежде. Возможно, сказались полные лишения детства и юности Николая Носова. В отношениях с людьми писатель напротив был щепетильным и избирательным. Близкими друзьями Носова могли себя назвать немногие литераторы. В последние десятилетия жизни писатель почти отошел от детской литературы. Преимущественно вел дневниковые и автобиографические записи, а также писал сатирический эссе для взрослой аудитории. 26 июля 1976 года писатель умер во сне. Смерть Николая Николаевича Носова наступила от обширного инфаркта. При небольшом стечении народа был похоронен на Константском кладбище в Москве. И в наши дни в рассказах и повестях писателя всегда находятся материалы для родителей. Уже будучи взрослыми, начиная воспитывать собственных детей, они с удовольствием перечитывают книги Николая Носова. Эти книги помогают им лучше узнать внутренний мир ребенка, понять, что его волнует и радует.